Сегодня у меня первое знакомство с Теслой И первое, что я могу сказать, это очень огромный автомобиль В котором просто море места Давайте посмотрим на него поближе Первое, что видишь, когда садишься в этот автомобиль Это, конечно же, два экрана Первый из них это действительно экран Который заменяет спидометр и основные показатели автомобиля Там пробег, дату даже показывает, статистику разную А второй это просто телевизор Это просто огромный телевизор На который выведена вся основная информация Здесь есть управление всем, что нужно В том числе климат-контролем В том числе навигации Здесь даже есть календарь Здесь даже можно зайти в интернет Можно подключить телефон Есть даже камера заднего вида Это первое, что бросается, так бы сказать, в глаза Второе, не побоюсь повторить Это место Благодаря тому, что здесь нет, как таковой, коробки передач Здесь нет ничего Здесь только одни батареи снизу расположены В этом автомобиле очень много места Пока что это просто первое знакомство И первые впечатления про этот автомобиль С водительской точки зрения С водительского места Мне этот автомобиль очень нравится Ну, хотелось бы, конечно, на нем проехаться Но это будет в следующий раз Переднее кресло настроено под меня Ну, если честно, места, в принципе, хватает Какая-то лампочка прям у меня светит Для ног места много, реально То есть можно развалиться здесь Развалиться Ну, неудобно подголовник Потому что я или это неудобно сижу Не, ну, подголовник, наверное, реально неудобный Места достаточно Да, если я полностью сяду То, ум, ребята, я упираюсь головой Ну, это у меня ровная спина Я головой упираюсь Ну, плохо Конечно, если посерединке Здесь же для трех людей, да Ну, посерединке вообще Ну, зато открывается Когда сидишь посередине У тебя самое лучшее место У тебя самый лучший вид на телевизор Опа! Да Вот так вот Вот тебе и Тесла Кстати, панорамная крыша Это вещь Реально, ребята Она еще, ну, она затонирована Еще вообще супер В такой машине можно ехать вечно Путешествовать куда-то Лишь бы попадалось побольше зарядок на дороге И, конечно же, давайте посмотрим багажник Только не знаю, как он здесь открывается А, он просто открывается Кстати, все продумано Прошел дождь И вся вода стекла именно вниз По бортам По бортам Именно вниз В середину В багажник Ни одна капля не попала Можете посмотреть Ну, блин Мне кажется, в багажнике Еще два посадочных места Вот реально Либо одно Но можно развалиться Вообще идеально Кстати, в багажник устанавливаются Еще два дополнительных сидения Только они устанавливаются Не по ходу движения автомобиля А, наоборот, в противоход движения автомобиля И, ну, здесь какая-то проблема Потому что здесь это будут сидения В основном для детей Как в старых американских универсалах Там была такая традиция И были такие места И залазить нужно через багажник А там высоко залазить Но есть Придумали Кто-то покупает Что хочу сказать в заключении Конечно же, автомобиль мне понравился В скором времени запишемся на тест-драйв Обязательно его пройдем И я расскажу Как на этом автомобиле ездить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!